МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музей все-таки имеет 99-летнюю историю. На будущий год ему будет 100 лет. Это один из первых музеев, созданных молодой советской властью. И на протяжении всех этих лет, всех 100 лет, основная функция музея – это было собирательство. Александр Седов – доктор исторических наук, археолог, специалист по доисламской Аравии. 34 года Александр Седов работал в Институте Востоковедения РАН. С 2006 года – генеральный директор Государственного музея Востока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О культуре других стран за чашкой чая. Чайные церемонии, уроки китайской живописи, африканские барабаны и индийские танцы – так в Музее Востока привлекают посетителей. Не совсем хорошую службу для нашего музея сыграла свобода выезда российских граждан за рубеж. Но, тем не менее, все равно люди в России как традиционно интересуются Востоком. На мой взгляд, значительно больше, чем западной культурой. Особенно в конце 19-го, начале 20-го века была такая мода в России, и в Европе она была, и пришла в Россию мода на восточные вещи. Восточные вещи, в первую очередь, на японские и китайские. Музей Востока появился после революции. Раритеты из антикварных магазинов и частных коллекций были национализированы. Их оказалось так много, что пришлось открыть новый музей – Музей Востока. Сегодня в его фондах более 147 тысяч экспонатов. У нас есть, например, четыре ритоны и слоновые кости, найденные в Несе. Это Южная Туркмения. Это столица Парфианского царства, сокровищницы. Они найдены были в 1948 году. Их несколько десятков штук. И тогдашний руководитель этой Южно-Туркменской экспедиции распределил эти великолепные находки между разными музеями. Они есть в Эрмитаже, есть в Пушкинском музее. И вот четыре ритона из этой коллекции у нас. Но есть некоторые предметы, имеющие удивительную судьбу. Например, у нас в иранской экспозиции есть кувшин, основу которого составляет китайская фарфоровая ваза минского времени. Обычно они изготавливались парными и использовались для украшения интерьера. И вот выяснилось, что верхняя часть этого вазы, вот она обрамлена была в Иране, а нижняя ее часть находится в музее Виктории Альберта в Британии. А парная к ней ваза, целиковая, неразделенная, в Стамбульском музее Топ-Копы. Восток – дело тонкое. Когда-то европейцы пытались разгадать китайский секрет, охотились за их фарфором. Сегодня в России есть то, чего нет в Китае. У нас довольно большая коллекция, тоже одна из крупнейших, наверное, российских музеев, китайской новогодней картины. Причем есть вещи. Но это то, что можно сопоставить в России с лубком, с русским лубком. Китай – это очень популярная вещь. И у нас есть некоторые экземпляры, которые отсутствуют в китайских музеях. Несколько лет назад был опубликован в Китае довольно большой каталог этой новогодней картины. И некоторые редкие предметы из нашей коллекции вошли в этот каталог. В этом году 70 лет дипломатическим отношениям между Индией и Россией. К юбилею в Музее Востока готовят масштабную выставку. Так музей построен по региональному принципу. Называется Музей Восток. У нас представлено по возможности искусство всех стран Востока. И есть отдельные залы Индии. И там представлено то, что характерно для индийской культуры. Вот этот сплав индуизма, ислама. И то, на чем сложилось и выросла культура этой удивительной страны. Очень многообразный и, так сказать, полиэтничный. Из того, что есть постоянные экспозиции, головка ганхарской скульптуры. То есть ганхара – это IV век, где-то в наши эры, позднеканхарская. Но вообще ганхарская скульптура – это одна, на мой взгляд, наряду с римским портретом. Это вот одна из вершин того, что делало человечество в скульптуре. В нашей коллекции есть часть рукописи Бабур-Наме, с иллюстрированными миниатюрами. Самое удивительное, что у нас только часть этой рукописи, а вторая часть тоже находится в Англии, тоже в музее Виктории Альберта. А всего их таких четыре списка в мире. Вот у нас, не полная правда, но большая часть этой рукописи – это миниатюры, которые были написаны в государстве Великих Моголов в 16 веке. Это действительно шедевры. Первая в России выставка предметов индийской культуры прошла в 1893 году в Зимнем дворце. Именно тогда юный Николай Рерих увлекся Востоком. Сейчас в музее хранится уникальная коллекция его картин. С Рерихом наш музей был связан очень давно. Когда Святослав Николаевич Рерих привез в Советский Союз большую выставку работы своего отца и своих, она впервые проходила в стенах нашего музея. Так традиционно сложилось, что и Святослав Николаевич, когда приезжал в Москву, он часто был в нашем музее. И по его посещениям нашего музея у нас создан кабинет Рериха. Есть два зала, где выставлены работы Рерихов. У нас большая коллекция, то, что называется, раннего Рериха Николая Константиновича. Серия картин того периода, когда он еще не сильно заболел Востоком и не стал писать Гималайи и так далее, а писал русские города, в основном северные. В начале июля в городе Тянзине состоится вторая встреча министра культуры стран БРИКС, в рамках которой будет объявлено о создании нескольких ассоциаций стран БРИКС, ассоциаций музеев стран БРИКС. С нашей стороны, скорее всего, в нем будет представлен наш музей. Одна из целей этих альянсов – это проведение совместных выставок, которые показывают историю и культуру всех стран БРИКС. В тесноте да не в обиде. Показать в музее сегодня могут лишь 5% фондов, но уже в следующем году посетители смогут попасть в закулисье музея – хранилища. Мы получили для устройства фондов-хранилища один из павильонов на ВДНХ. Мы туда перевезем все наше фондов-хранилище, и оно будет устроено совершенно по другому принципу, не по тому, которому сейчас. Это будет так называемое открытое хранение. Начали несколько лет назад серию публикаций каталогов наших коллекций. И она идет достаточно успешно. То же самое мы делаем в электронной форме. Интенсивно форсируем работу по внесению всех музейных предметов в государственный каталог музейных предметов, который предполагается сделать общедоступным. Если нам удастся это сделать, я считаю, что миссия музея к столетию будет выполнена. Редактор субтитров А.Семкин